Ну что, пришло время. Для чего? Для того, чтобы снять все мясо с курицы так, чтобы она готова была для приготовления рулета. Ну, я его сегодня буду запекать, но начнем мы в любом случае с курицы. На разделку курицы была бурная реакция с вашей стороны, и я поэтому там в связи с комментариями решил, что нужно усилить знания куриной биологии и всех движений. Короче, я взял маленького цыпленка. Следите, чтобы цыпленок был без повреждений каких-то особых. Значит, если попадаются перышки и там всякие штуки эти, то их обязательно отрезайте, вырывайте, искореняйте. Значит, вот эти вот семенные железы убираем и переходим к, собственно, разделке. Я чаще всего разделываю со спины, разрезаю спину и начинаю оттуда снимать. Но вы знаете, вот этот вариант, наверное, будет проще и полезнее для вас. Разрезаем вначале кожу и, соответственно, грудку на две части. Нож, как вы понимаете, должен быть острый и маленький для того, чтобы было удобно. Идем здесь, как я уже говорил при разделке, по вот этой вилочковой кости. Руками помогаем отходить мясу. Если руками не очень получается, немножко подрезаем ножом. Вот смотрите, старайтесь идти только по каркасу. Старайтесь идти по каркасу. Оп, лишнего ничего не отрезайте. Видите, я раскрываю полностью. Смотрите, где ребра у курицы. Все, подрезайте. Не торопитесь никуда. Я уверен, что вас дома никто не торопит. Либо, если не хватает времени, не беритесь за это блюдо. Рассчитывайте всегда так, чтобы у вас было хотя бы минут 20. Но потом, когда появится сноровка, будете делать гораздо быстрее. И я делаю не так быстро. Почему? Потому что все это объясняю. Разложили, подрезали плечевой сустав. Вот он. Все, подрезали. Аккуратненько кончиком. Смотрите, здесь все должно, никаких дырок не должно образовываться. Снимаем чисто с мяса. Доходим до бедра. То же самое делаем с другой стороны. Нащупываем, где у нас грудной вот этот хребет. Я не знаю, как правильно называется. Это я называю, потому что мне так нравится. Опять доходим до вилочковой косточки. Вот она. Видите? И прям упираясь в нее, спускаемся вниз. Вот она. Вот эта вилочковая косточка. Значит, здесь можно что-то срезать. Здесь у нас шея в любом случае остается. И то же самое делаем. Идем, идем, идем. Аккуратно. Руками сдвигаем. Не срезайте, не делайте никаких лишних дырок. Все, аккуратно. Дошли до плечевого сустава. Подрезали. Уходим на спину. Прежде чем уйти на спину, к спине вернее, мы должны дойти до того, вот прям нож. Видите, он сам просится туда внутрь. Здесь подрезаете. Это как называется? Булочки у курицы, да? Что у попки близко? Булочки. Здесь, в месте, где был плечевой сустав, здесь есть еще одна косточка, которая уходит туда. как бы, к ноге. Вы ее можете нащупать. Она подвижная. Вот смотрите. Вот она, видите? Косточка вот эта. Она там ни к чему не крепится. Ее можно даже взять просто вот так и отрезать. То же самое с этой стороны. Сустав, когда подрезали, старайтесь вот по чуть-чуть, по сантиметру, пока вы не поймете анатомию курицы, не торопитесь никуда, все вы успеете сделать. Здесь тоже это плоская косточка. Вот она, видите? Особые творцы из вас, кто следит за моим каналом, кто любит вот эти всякие штуки, я вас уверяю, это такое увлекательное мероприятие. Раз-два раз делайте, потом будете прямо аж испытывать какое-то такое невероятное желание продолжать, продолжать, разделывать. Это в вас просыпается маньяк. Обнаружили шею. Ну, вот так вот делайте, аккуратно обводите ее ножом, чуть-чуть подрезая, чтобы освободить. Если у вас получается делать это вот руками, просто вот тут вытягивать какие-то сухожилия, еще что-то, ну, делайте это руками, чтобы лишний раз не нарушить целостность всего спинного, так сказать. Здесь уже дошли до спины. Шея уже касается спины. Видите, тут осталась одна кожа. Вот когда вы дошли до спинной части, будьте максимально аккуратны, потому что там допускают самое большое количество ошибок люди, которые пытаются торопиться. Не надо никуда торопиться. Аккуратно, со спины нужно прям аккуратнее всего это все снимать. Видите, прижимаете нож к кости и подрезайте, подрезайте. Видите? Мы имеем, что? Мы дошли до того места, где бедра подходят к каркасу самой курицы, потому что они там к чему-то же должны крепиться. Значит, мы вывернули бедро, увидели вот этот суставчик. Помните, я вам рассказывал, что его нужно вывернуть и мы сможем его обрезать. Вот мы его обрезаем, пальцем все пододвигаем. И вот здесь еще есть у курицы какое-то количество мяса, поэтому вы его пальцем прям раз-раз-раз вы должны ощущать эту кость. Только тогда вы сможете снять так, чтобы ничего не повредить. Значит, смотрим тут, где у нас гуско. Тут уже ничего нету такого. Да, вроде бы мясо все срезано, только одна кость и хвостик. Все, идем, 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 идем. Здесь подрезаем. Если мы видим, если вы видите, что нож упирается в кость, значит, нужно аккуратно как бы чувствовать, где кость заканчивается, а где она не заканчивается. Вот тут самое главное не торопиться. Видите, я уже дошел почти, вот можно руками, я чуть-чуть пальцами сдвигаю как бы вот эту вот вещь. Ну, понятно, что в большой курице там будет чуть-чуть больше мяса, но это маленький цыпленок, потому что рулетик я хочу сделать маленький. Но я вас могу заверить, что если вы не поленитесь и не пожалеете денег и купите не одну большую курицу для большого рулета, а два маленьких цыпленка для двух маленьких рулетиков, это, конечно, гораздо вкуснее, потому что чем моложе курица, тем вкуснее будет рулет. Рулет. Вкуснее будет рулет. Главное, не торопитесь никуда, потому что спешка нужна при ловле блох. Мы это все знаем с детства. Так, вот тут все. Суставчик обходим. Здесь обходим. Оп, дошли до хвоста. Хвост срезали. И смотрите, что мы имеем. Мы имеем идеально гладкий каркас в грудь и спину курицы. Шея. Это все на бульон. У нас крылья. Что мы делаем с крыльями? Мы делаем вот что. С этой части нам будет тяжело снять мясо. Поэтому мы доходим до суставчика, выворачиваем его, отрезаем, выбрасываем вторую фалангу, так называемые крылышки на двух косточках. А с этой стороны не так все просто. Вот смотрите, здесь сухожилие, держат плечо. Нам нужно его вот так вот аккуратно подрезая, только за пальцами наблюдаем. Ни в коем случае не режьте пальцы. Если вы порезали пальцы, то значит вся работа была сделана напрасно. Напрасно. Вот эти сухожилия, которые здесь у нас держат плечо, их нужно подрезать немножко, а потом вывернуть косточку. Мы оттуда поддавливаем ее. И выворачиваем, вытаскиваем. Не дорезал сухожилие. Ну вот она руками нормально все. Смотрите. Раз. Получается, что я вывернул. Вот тут у нас было плечо. Было плечо. Я когда тянул косточку, я вывернул. В общем-то это и неплохо. Для того, чтобы с этой стороны у нас уже никакого плеча не было. А иначе будет торчать кусок мяса. Что я делаю с ногой, с бедром. Так как мы это все разложили, мы видим вот эту вот внешнюю часть бедра, поэтому мы видим кость. Мы ее также вот сухожилия около суставчика подрезаем. Можно по косточке немножко разрезать вот так. Дойти до коленного сустава и прорезать еще чуток по голени. Значит, цепляем пальцами, продвигаем. Видите, я просто пальцами это все освобождаю, делаю. Возьмите перчатки, как я, и погнали вперед. Значит, дальше мы доходим до вот этого сустава коленного. Отрезаем его, но так, чтобы ничего лишнего не зацепить. Иначе будет дырка. Вырезали сустав. Это все у нас на бульон. И у нас осталась голень. Смотрите, можно голень эту оставить. Но лучше всего ее вырезать. Вот эту часть я обычно раскрываю. И голень, соответственно, также по косточке обвожу ножом. Убираю то, что лишнее руками. И как я говорил при разделке курицы, здесь то же самое. Не пилите никаких костей. Нож должен сам у вас идти. Его нужно всего лишь направлять. Знаете, когда вы пишете, есть люди, которые пишут прям остаются аж следы. Причем во всей тетрадке, на 20 страниц вперед. А есть люди, которые с легкостью это делают. Вот здесь нужно тренировать в себе такой характер, чтобы вы с легкостью могли делать всю работу, касающуюся курицы, без всякого труда. Гастрономия и приготовление пищи должно приносить удовольствие. А иначе зачем это все нужно? Когда мы раскрыли, вот первую часть я раскрыл всю. Одну, да, нога у нас раскрыта. Вот здесь остается вот этот брюшной жир. Тут на ваше усмотрение. Я его убираю всегда. Если вы будете фаршировать рулет, например, жареным луком, травами, которые вы будете пассеровать, чесноком пассерованным. Если вы будете что-то пассеровать, то мелко режьте жир и используйте как масло. Если вы не используете пассерованные овощи и пассерованные всякие штуки, жареные, не используйте этот жир. С другой стороны делаем то же самое. Как только мы все приготовили, ну точнее я готовил, вы смотрели, у нас остается вот что. Значит, бедра, здесь не так много мяса, как на грудке. На спине вообще нет мяса, здесь одна кожа. И вот тут подмышки торчат еще куриные внутрь. Грудку нужно часть мяса срезать с грудки. И выровнять. Например, вот сюда положить. Малое филе все сложить вот сюда. Эту часть. Срезайте так, чтобы у вас рулет в итоге был одинаковой толщины. Это сюда кусок. Ну, в общем, вот нужно выровнять как-то более-менее рулет, чтобы он был одинаковым. Сюда подверните, туда подверните. Для того, чтобы у нас равномерно попадались в срезах и бедро, и грудка, мы должны от жопки к шейке мотать. Тогда у нас получится бедро, грудка, бедро, грудка. Если будем мотать так, то у нас получится бедро, бедро, грудка, грудка. Для того, чтобы получился вкусный рулет, нужно взять горелку, конечно же. Если горелки нет, значит, не берем горелку, делаем рулет такой, какой получится. И изнутри его поджигаем. Вот когда вы чуть-чуть подпаливаете, вы не готовите. Вы всего лишь создаете вкус. Так будет гораздо вкуснее. Главное, сильно не жгите кожу вот в тех местах, где она торчит, чтобы она не рвалась потом, когда вы будете ее закручивать. Она рваться, конечно, все равно будет, но так хотя бы мы сократим риски. Вот, как только мы все это немножко подпалили, паленой курочкой запахло. Вкусно! Теперь мы, первая соль. Первая соль всегда. Вот, смотрите, солим обильно. Если вы будете туда внутрь добавлять сыр, рассчитывайте, чтобы не было пересола. И обязательно кучу специй, каких у вас в избытке. Каких у вас специй в избытке, все крошите туда. Четыре перца. Чили острый. Можете чили использовать свежий. Что было, я говорю, я то и использую. Обязательно тимьянчик. Тимьянчик обязательно. Для аромата, потому что некоторым не нравится, как пахнет сама курица. Потому что курица непонятно, чем кормят их. И запах у них такой странный какой-то. Мокрой птицы. Вот, поэтому травки-муравки спасают нас от этих всяких недоразумений. Понятно, везет тем, кто все сам выращивает, а кто не сам. Значит, нужно выбирать поставщиков. Так, что дальше? Дальше у меня еще есть розмаринчик. Еще пару дней съемок, и дерево у нас закончит свое существование. Розмарин туда же. Все сюда же. Ну, а как же мы без чеснока? Как же мы без чеснока? Чесночок режем вот такими вот кругляшками, для того, чтобы удобно было его раскладывать. Хотя, в принципе, можете и подавить его даже на чеснодавки. Кусочки будут высыпаться, а так вот хоть они будут держаться немножко. Если давите на чеснодавки, тогда нужно будет все это плотничком размазать по курице. Потому что чеснок без курицы, как курица без чеснока. Я даже вообще не представляю, как может быть что-то куриное, и в нем... Как может быть что-то куриное, и в этом блюде нет чеснока. No unreal. Поэтому я чеснока, как вы поняли, не жалею, чтобы было вкусно. Главное правило, чтобы было вкусно. Так, чеснок есть, травки, муравки, соль есть. Вроде ничего не забыл. Все, начинаем скручивать. Как я уже сказал, с попки. Сначала ноги, потом грудка, и аккуратно поджимаем. Опа! Поджимаем, поджимаем, поджимаем. Ну, ой, цыпленок жареный, цыпленок пареный. Лопнула немножко кожица. Цыпленок, конечно, у меня юный очень, юный, кожица тоненькая. Значит, что делаем дальше? Крутили, 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 крутили. Есть два варианта фиксации рулета. Первый. Это вы расстилаете фольгу, и в несколько слоев аккуратно формируете, во-первых, он формы будет идеальной. По краям конфетку его заворачиваете, делаете несколько дырок, и запекаете его. После этого, вытаскивая из духовки, не освобождаете от фольги, а ставите его в холодильник на ночь. Все соки, которые, вот это желе, суставчики, что там у нас есть, все это желе, выделившееся между фольгой и рулетом, превращает его в такой, как в холодце получается он. И потом уже вы достаете фольгу, аккуратно раскручиваете. Рулет за это время весь склеится, и уже в холодном виде он прекрасно будет нарезаться. Это если вы хотите получить холодную закуску. Если же вы хотите рулет сделать горячим, значит его нужно делать вот так. И румяная корочка будет, и, соответственно, вкус самого рулета тоже будет совсем иным. Когда-нибудь непременно я научусь красиво обвязывать всевозможные рулеты и колбасы, но пока что я делаю это так, как вот умею. Потом делаю вот так. То есть чем чаще, тем лучше. Шаг берите помельче, потом мы все это ножницами чик и срежем. Я делаю это для того, чтобы, во-первых, он не разваливался, во-вторых, чтобы как-то эта вся моя конструкция имела форму. Если вы в ресторане делаете это порционно, то, конечно, имеет смысл это все разделить на две части вдоль по позвоночнику, чтобы у вас ножка и грудка была. Ребята, шефы, называют иногда это половина цыпленка. Я всегда уточняю, как выглядит половина цыпленка, придя в ресторан, потому что она может быть выглядеть вот так в форме рулета, потому что действительно половина цыпленка. ножка, крылышко и грудка только без кости. Теперь все лишние кончики мы обрезаем, чтобы ничего нигде не торчало, чтобы было все красиво. За эстетикой тоже нужно следить. Не переживайте, что по краям здесь торчит, как будто розочка была, как будто курица была убита розочкой от пивной бутылки. Вот смотрите, видите, с этой стороны вот такой, с этой стороны такой. Берем топленое масло и ложечкой аккуратно смазываем рулетик. Опять же, я хочу ведь, чтобы соль прилипла. Таким образом, оно сейчас растает, стечет вниз, снизу будет поджариваться, то есть рулет будет находиться как бы в топленом масле. Ну и сгорит, если оно там ничего страшного. Стечет куда-нибудь, у меня внизу стоит противень, чтобы дальше противень никуда ничего не стекало. зато будет вкусно. Чуток сверху. Вот специями сверху точно не надо, потому что специи 100% сгорят, очень маленькая фракция. Я отправляю в печь. Ставлю вниз вначале. Закрываю. Я привык все делать на 230, но вам рекомендую сделать 190, если это из цепленка, рулет тоненький, видели у меня какой он? И примерно где-то на 30 минут. Больше нельзя. Потом усилим температуру и поставим под вертикальный гриль, чтобы появилась корочка. Но если корочка появилась в самом начале, что скорее всего возможно, потому что цыпленок маленький, кожица тонкая, то тогда наверх переставлять не будем. 30 минут внизу, 7 минут наверху. Дым какой. Конечно, сверху под вертикальным грилем все тут румянится. Все течет. Смотрите, какой получился он. Прям замечательный. Замечательный, красивый рулетик. Так. Гусеница. Отставай от бумажки. Опа. Пока рулетик у нас остывает. Румяненький получился, да? Вот смотрите, если напополам бы мы его сделали в двух видах, то порционно, как раз на одну порцию, вот круто. Хватило бы немножко гарнира и прям ресторанная подача. Я его разрезаю, не его разрезаю, разрезаю те нитки, которые его стягивали. Кожица прям вот тут местами хрустящая. Не торопимся, потому что он должен подостыть. Начнем резать сразу, будет вода течь из него. Главное, в самом начале убрать веревки, чтобы они там не подсыхали, не запрессовывались. О, слышите? Шуршит прям кожа сухая. Подсохла, хрустящая. Класс. То, что доктор прописал. Вытягиваю все это. О, хрустит. Классно. То есть, рулет, который у нас из начинки имеет всего лишь чеснок и пряности, конечно, требует к себе какого-то такого отношения, типа гарнира, свежих овощей, травки, муравки. Я сделаю так. У меня доска для подачи. Чтобы доска не впитывала всякую, хотел сказать дрянь, но скажу, всякие соки от еды, обычно принято ее закрывать пергаментом каким-нибудь. В ресторанах это считается давно уже муви том. Уже это старо как мир, но, тем не менее, все равно ребята украшают. можно немножко сделать так. Кто-то делает немножко вот так еще. Чуть-чуть подпаривает края, чтобы было красиво. Там типа серенькое, черненькое. Это я так. Такие, знаете, ништячки, которые я в ресторанах уже давно все забыли. Они используют. А иногда можно дома, знаете, для... Кто-то пришел в гости, вы хотите рулетик подать красиво на стол, можно использовать такие нюансы. Лук чесноков брат красненький с соломочкой накрошили. С краешку положили. Кто захочет, можно его использовать вместе. Значит, кто хочет, может использовать с рулетиком вместе зубчик чеснока. Вот смотрите. Так порезали его и все. Долечками, чтобы можно было брать и есть. Положили вот сюда. Кто не хочет, не использует. Не паримся. Что есть в холодильнике, и все используем для приготовления, для оформления блюда. Значит, если люди у вас, гости адекватные и понимают, что это очень острый чили-перец, конечно, никто не потянется, не станет его жрать и потом вас обвинять в том, что да, что же это такое. Это вы мне подсунули острый перец. Ну, блин, видно же всем, что это острый перец. Я аж слюной забрызгал. Смотрите, у меня что есть. Это все, что было в холодильнике. Я понимаю, что таких штук у всех в холодильнике не валяется, но несколько дней назад я был на рынке, мне так хотелось чего-то такого кислого, острого. Я купил капусту кимчи. Ну, вот знаете, корейцы продают, это острая, такая квашеная, ферментированная капуста. Значит, если нет корейцев, ну, не беда, можете использовать что-то другое. В общем, я просто к тому, что у меня, что было в холодильнике, я это и использую на гарнир. Квашеная, кислая, с красным перцем капусточка. Теперь, кульминационный момент. Оп, рулетик беленький, мясо прожарилось. Смотрите, все, нам этого достаточно. Он должен быть хорошо прожаренный, сырой рулет отдавать нельзя. Значит, попробуйте, если вдруг вы поймете, что вам не нравится, или он не такой консистенции, как вам хотелось бы, то, значит, вы должны его жарить меньше 30 минут, 25. Горячий какой. Поддеваем, переносим, выкладываем. Все, что у нас осталось, сок, чеснок, все это на нож, все это поливаем, ничего не оставляем, не выкидываем. Это самое вкусное, все самое вкусное, что тут прилипло, отлипло. Потом берем правой рукой и несем к столу, гостей раздвигаем. Так, ну-ка, помогите, уберите отсюда все, я ставлю, рулет готов, ставите на центр стола и все гости с радостью смотрят на него, говорят, боже, где ты это, где ты рецепт этот нашла, нашел, или нашла, или нашел, в зависимости от того, кто готовит. Вы говорите, шеф-повар Василий Миляненко, канал в YouTube, подписывайтесь, смотрите, кайфуйте, пишите комменты, ну-ка, я буду вам что-нибудь готовить на досуге и рассказывать о том, как сделать это вкусно. Приятного аппетита, друзья! Будьте здоровы, львить лето на дворе! Поехали!